У нас такая история была с дочкой, она мне говорит, пап, хочу братька или сестрёнку, давай в детский дом поедем, купим. Он говорит, дочь, там не покупай. Он говорит, там бесплатно дают? Я говорю, да, тогда двоих возьмём. Хорошо. Я Лариса Бузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Анастасия, Дарья и Алина. А жених у нас Александр. Здравствуй, Лариса. Привет. Прям так и пойдём. Александр. 30 лет. С лёгкостью отпустил жену к другому мужчине, но забрать ребёнка не позволил. Александр работает кладовщиком в компании по производству сейфов. Увлекается спортом и рыбалкой. Предупреждает, что его избранница должна подружиться с его дочкой. Александр не свяжет свою жизнь со склочной бескультурной девушкой с короткой стрижкой. Готов взять в жёны женщину с ребёнком, для которой семейные ценности всегда будут в приоритете. Здрасте. Здрасте. Люблю, когда красивые женихи. Это вам. Спасибо. Как он тебе? Жених ничего, в принципе. Сань, жена прям дура какая-то. Как это она от вас ушла от такого? Ну, у неё любовь появилась новая. Ужас. Вот вы себе живёте по любви, женились. Ей было 17, вам 21, да? Да, да. Доченька родилась, красавица. И любовь в семье. Вот она однажды вам заявляет. Не люблю, говорит тебя, Сань, больше, прости. Да? Ну, почти-почти так и случилось. Ну, новую любовь. Сердцу не прикажешь. Как говорила Бельбидер, живёт любовь три года. Ой, не слушайте, ну глупость какая-то. Ну, я тоже читала книгу, что любовь живёт три года. Но на самом деле, у меня с мужем жила она год. Вот она заявляется со своим новым. И что говорит? Ну, не так, не совсем так было. Я немножко догадывался об этом. Вот. Потом она рассказала, и приехал её молодой человек, и сказала, что... По-людски? Да, по-людски, да. Сказала, что вот, мы любим друг друга, мы хотим жить вместе, и... А девочке сколько было? Ну, это было не тогда, но год назад это было. Ей было 6,5 лет. А вы как в обморок упали, драться, полезли, не знаю, вены себе перерезали. Что с вами-то стало? Нет, ничего, всё спокойно, мы пообщались. Интеллигентно. Да подожди ты. Всё интеллигентно было, пообщались, решили разойтись. Мы решили, что дочке ей лучше с папой. Дочка сама хочет жить с папой, и поэтому осталась со мной. Послушайте, но она ведь возвращалась к вам. Ну, это было, да, давно, когда мы первый раз развелись. Мы прожили три года. А, дочка вас сколотила, это вас ещё до этого, окончательного её ухода. Да, мы прожили три года. Вот, она ушла к любимому мужчине. А было ещё... Да-да-да, это мне рост. Ну, что ж ты просто... Вот, потом она месяц пожила с ним, у нас как бы воспололи чувства, и решили попросить её сначала. А, дочка, секундочку. Не, подожди, а дочка-то уже развелась? Дочка, да. От вас? Да. А, дочка, сколько было, когда она первый раз сходила налево? Сколько? Ну, там не налево сходила, у неё любовь была. О, мой мальчик! Сколько сейчас завидует неверных баб, что их мужья неправильно реагируют. А вы не попрекали ничего ей? Ну... Типа, дрянь, как вспомню, череп бы тебе раскроил. Нет, не было такого? Ну, может, если бы при каких-то ссорах бывало, всплывало. Вот так, в принципе, и нормально жили. Парень добрый, да. Интеллигентный, от которого можно гулять, 25 раз возвращаться, и он будет всё прощать. Скажите, и вот сейчас уже всё, она вышла замуж за другого, а по дочке-то скучает? Видитесь? Да, ну, естественно, это мама же. У ребёнка должна быть мама, а отец однако. А тут не ревнуют к вам? По привычке тебе заглянула, как у дочки дела? Тоже лёгкая пастерушка, готов. А потом, Сань, ты чё ещё не в постели? Ты дурачок, да? Быстро. Нет, такого не случается. Я не спрашиваю тебя. Мы не общаемся с её мужем. Да я не с мужем, в постель вас наживаю. Нет, я понимаю. А с бывшей? С бывшей это вообще не измены. Нет, ну мы с ней тоже сейчас в последнее время не общаемся. Чисто по родственному полежать. Мы далеко живём друг от друга, и поэтому нас общаться не получается. Только с дочкой она созванивается, а мы нет. Уже не общаемся больше. Скучаете? Нет, уже нет. Скажите, а вот в следующем браке как будете относиться к таким женщинам? К таким? А я думаю, такого больше не будет. А как будете проверять? Ну я думаю, это должно быть на доверии. То есть если получше, то разойдёмся. Доверяйте, но проверяйте. Проверять будете? Ну я думаю, всё тайное становится яным, это самому всё всплывёт. Да прям. Рано или поздно. Если такая будет хитрая, как я, то в жизни не догадаешься. Санечка, хорошо. Я знаю, что когда вы впервые заговорили о том, что мамка новая придёт в семью, девочка ревностно относилась, да? Да, но я не говорил ей, что мама новая, нет. Просто когда я общался с девушками, ребёнок постоянно как-то воспринимал ревность на это и говорил, мы будем жить вдвоём и всё категорично. И поэтому мы с ней жили вдвоём, а сейчас она наоборот, папке надо найти тётю какую-нибудь. Вика, в первый класс пошла? Да. Нравятся школы? Да. Ужас. Ужас. Новое поколение. Отличницей небось хочешь быть? Да. Зачем? Потому что это здорово. Вика, а какую хочешь жену для папы? Красивую. Ты красивая. Подходим. Милую. Добрую. Добрую. Как мама? Добрей. Добрей как? По мамке скучаешь? Ну, да. Часто к ней ездишь в гости? Ну, да. А хочешь ещё братика или сестричку? Хочу. А кого больше, братика или сестричку? Сестричку. Как назовём? Лари. Так. Да? Ну, хорошо. У нас такая история была с дочкой. Она мне говорит, пап, хочу братика или сестрёнку. Давай в детский дом поедем, купим. Я говорю, дочь, там не покупай. Она говорит, там бесплатно дают? Я говорю, да. Тогда двоих возьмём. Хорошо. Если так сложится, что вы прямо влюбитесь на разрыв сердца, женщина с дочей не найдёт общий язык? Ну, у меня дочь вообще на первом месте. Ну, миленькая, да, хорошая? Правда. Воспитанная дочка? Да. А что принципиально для вас? Ну, я поняла, что она не должна уйти к другому. Ну, принципиально. Главное, чтобы человек был хороший, относился к дочери, ко мне как-то лояльно. Не, ну, подожди, давай поточнее. Вы хотите девушку со спортивными формами. Ну, сам-то посмотри, какой мальчик кубик. Я понимаю. А где вы рабой живёте? В каком городе? В Москве. Вы москвич? Да. Нет, у неё... А подожди, а квартира у вас в Подмосковье? В Подольске купол. Вы снимаете? Да. Я жил сначала на Калужском метро, там у нас с отцом квартира. Ага. Вот. А сейчас переехал поближе к сестре, там снимаем уже леви. Ну, дочь. Потому что дочка, да, они вместе с сестрой в одну школу ходят. Плюс там сестра может помочь забрать, если я вдруг... А сколько сестре? Сестра, меня она полтора года старше. Ей 32. А она в школе работает? Она, да, вообще учитель, но сейчас она в декретном... Слушайте, ну у вас всё прекрасно. Москвич, красавец. Без дурных привычек. А характер какой, мне бы такого мужа. Ой, Саш, прямо... А вот у нас всё говорят. Хочу только генерального директора или бизнесмена. Вот у нас кладовщик, пожалуйста. Всё хорошо у него. Саша, всё директор. Вообще. Ну, кладовщик, это просто звучит так на нашу руку. Ну, хорошо, начальник АХО. Нет, послушайте, это в советские времена сидел кладовщик в фуфайке с ружьём, с незаряженным, понимаешь? Это сторож. Это сторож. Да, мне тоже. А кладовщик это, у которого всё в кубышечке это, и он водаёт. Понимаешь? Кому хошь, выдаст, а кому не хошь, не выдаст. Понимаешь, это же престижное место. А давайте уже, может, знакомиться будем. Сейчас прям желаем. Илюш, вы как друг знаете же? А ну, похвалите своего. Какой он? Да, честно говоря, таких людей, как он, надо ещё поискать. Очень редкий, так скажем, человек, когда и поддержку всегда окажет, и есть о чём пообщаться, поговорить. А что его может разозлить, вывести из себя? Ну, как сказать, с своей стороны я знаю, что не любят, когда необоснованные какие-то начинаются обвинения в его адрес. Ну, так и кто рядом с ним должен быть? С таким прекрасным. Ну, какая девушка? Девушка, которая, в принципе, умеет ценить то, что есть. Хороший аргумент. Ну, если будем брать, значит, нужно уже настроить и подстроить под себя, как нам надо. Чувствуй сердцем. Как ты чувствуешь именно своим сердцем, а не умом? Отключи сейчас свои мозги, пожалуйста. Значит, слушай меня, я сегодня свекровью буду. Значит, никакого спорта. Она сейчас будет шванаться по всем этим фитнес-клубам. Там, знаешь, таких, как ты, покруче. А твоя дочь ходит? Практически это ходит, но под моим присмотром. Да, да. Понял? Спортом. Пусть она дома со сковородками тренируется, понимаешь? И с борщами. Тудым-судым. Вон, дочке надо уроки делать. Поэтому с хорошим образованием ей заниматься дочке надо. Понимаешь? В общем, такую хорошую золушку я бы вот. Конечно, вам нужна хорошая, добрая, миниатюрная красотка с легким характером, не с тяжелой судьбой и с хорошей семьей. Хорошо бы москвичка. Понимаете? Потому что, если девушка уже надорвалась в свои годы, она другая. С ней будет тяжело договориться. А вам нужна прелестница. Сейчас вот посмотрим на девушку, посмотрим. Подойдет или нет? Да. Мне кажется, какая-либо девушка подойдет. Ну, кажется, найдет сегодня свою судьбу. Вы же типичный телец все-таки, правда. Человек спокойный, уверенный в себе, но бываете взрывной. Так? Да, бывает. То есть, когда доведут, достанут. Бываете взрывной, вы даете все на гора, недовольны, что выходите из себя. Но ваш плюс в том, что луна легкая в близнецах. Быстро сбрасываете со счетов какие-то вещи и прощаете человеку. Вот это очень помогает. Я никогда долго не злюсь на людей. Но кроме деликатности, вот то, что вы хотите в человеке видеть. Деликатная, спокойная, да? Но в то же время она должна быть очень открытая и позитивная. Ты подходишь, как думаешь, ему? Он такой позитивный, такой вот. Добрый очень, очень мягкий. Нет, я больше не позитивная, я более другая. Знакомьтесь с первой невестой. Александр, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я очень ждала нашей встречи, потому что волновалась. И, наконец-то, я стою рядом с вами. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо. Анастасия, 24 года. Продавец-кассир в ювелирном магазине. Любит читать, бегать по вечерам и кататься на велосипеде. Мечтает стать успешным адвокатом и жить на берегу океана. Гордится своим сыном. Предупреждает, что не станет терпеть, рукоприкладствуя измен. Избранник Анастасии сыграл с ней пышную свадьбу, но жениться не обещал. Надеется, что Александр станет ей настоящим мужем. Здравствуйте. Наверное, все Анастасии вот так свадьбы играют, как Волочкова, но не расписываются. С нее, что ли, пример взяли? Нет, просто он у меня был с Кавказа, армянин. И мне сказали, что у них так не принято официально расписываться. У них жены не уходят, что просто они играют свадьбу у себя, фамилии никогда не меняют. Отверуны. Ну, вот как-то так было. А ваши родители не сказали, что у вас у армян так, а у нас у русских по-другому? Мы без свадьбы можем обойтись, но расписаться? У меня просто такие родители, что они все время поддерживают выбор. И то есть, когда я пришла и сказала, что вот... А вам было 17, когда вы пришли и сказали? Нет, да, мне было 17. 18 мне уже было. То есть, в 17 мы начали... Мы в 16 с ним познакомились. И до 17 лет он мне звонил, постоянно звал на свидание. Я боялась, думаю, не русский везет меня куда-нибудь. Ну, у меня были какие-то страхи. А потом, ну, я просто находилась рядом с его домом и думаю, ну, дай позвоню. Такой настойчивый звонил мне целый год, хотел там встретиться. И все. И вот, когда мне уже было 17 лет, мы с ним первый раз встретились, и он каждый раз, при каждой встрече мне дарил цветы. Мне кажется, у него все-таки с женихом искра пробежала. Они так посмотрели очень на друг друга, да? Да, заметила. Милая девушка, правда. А как получилось, что он в 21 год был хозяином ресторана? У него отец помог, ну, то есть, он не сам всего добился. Ну, естественно. То есть, он был не из бедной семьи? Да. И вот он вам предложил вместе жить, и вам свадьбу пышную сыграли. А родители ваши сказали, ну, значит, так, да? Да. И отпустили дочку? Его отец постоянно говорил, это моя дочь, мы с ним, ну, чем-то похожи внешне. И он мне всегда говорил, это моя дочь. Мы куда-то даже шли вместе, и мы говорили, это ваша дочь? Он говорит, да, это моя дочь. Очень любили меня. Я для его матери была, ну, она мне все время говорила, ты, у меня два сына, и ты для меня как дочь. Я тебя всему учу. Ну, смотрите, какое счастье. Ну, это же счастье попасть в такую семью. И вы родили ребенка от любимого мужчины. Ну, так все было хорошо. На самом деле, не все так хорошо. Все хорошо было первый год. У нас не было никогда ссор. Он меня, ну, грубым словом никогда не называл. Но потом как-то так получилось, то, что он начал поднимать на меня руки. И я ему сказала, или ты меняешься, ну, или я от тебя уйду, потому что для меня, ну, мое здоровье, мое будущее важнее, чем ты. Но он сказал, я не буду меняться, я ушла. Но перед этим разговором с ним я поговорила со своими родителями. И мне мой папа сказал, Настя, если тебе что-то не нравится, уходи. Мы тебя всегда поддержим, ребенок для тебя обузой никогда не будет. Ну, я всегда буду рядом, и поэтому... Ребенок родился, а его родители как отнеслись к тому, что вы беременна и уходите из дома? Его родители, его мама постоянно мне звонила, говорила, Настя, вернись, пожалуйста. Отец сразу же сказал, она предательница, она нам не нужна. Так зачем она вообще забеременела? Надо было думать тоже так, если он уже до беременности так себя вел. А я знаю другое, что все-таки какая бы их семья современная ни была, но брюки вам носить не разрешалось, коленки оголять не разрешалось. Да, принято у них еще, что младший сын живет с родителями. Мы жили в большом доме с родителями. А он младший, да? Да, он младший, мы жили с родителями. Лето, я даже не могла в шортах, ходила в брюках, ну, чтобы не было видно ноги голые. Ну, правильно, там же папка еще, она не будет, там, сорокалетняя, да? Нет, ну, 57. Ну, не мертвый же. Пацан, можно сказать. А зачем это раздражать? Хорошенькая, наивная. Как можно сыграть свадьбу без росписи? Я вообще не понимаю. Я вас правильно поняла, вы сейчас в Москве. Да. Работаете кассером в ювелирном магазине. Ребенок у вас находится с вашими родителями. С родителями. Бывший тоже там, в Челябинске. Да. Вы из Челябинска. Да. То есть вы когда планируете-то ребенка забрать? Я просто пару месяцев всего в Москве, и то есть я сейчас хочу здесь устроиться. И сразу вот надо замуж. Вот объясните мне, Анастасия, зачем вам Москва? Я просто когда закончила институт, и я начала искать работу по специальности. Да. И у нас в Челябинске было всего 13 вакансий свободных юристов. Я посмотрела вакансии в Москве, их было 900. Ну, я подумала, что... Но вы же тоже здесь по специальности не работаете. Ну, да. Но я просто ищу, ну, то есть работаю и ищу совместно с этим. Ну, вы понимаете, что перспектив нуль. Вы все равно, пока встанете на ноги, ребенок уже школу закончит. Ну, я надеюсь, что это все. Я очень стараюсь. Неужели Москва и жизнь в Москве дороже, чем... Нет, здесь просто другой, совершенно другой уровень жизни. Я хочу, чтобы мой ребенок рос здесь. Вы сейчас живете в съемной квартире? Да. С подружками? Да. Зарплата на что хватает? Ну, на все хватает. Но ведь вы хотите... Кстати, вы супруга рассматриваете не ниже с доходом 100 тысяч. А у нас меньше, да плюс еще ребенок. Мы как, подходим? Ну, разберемся, пожалуйста. Не, разбираться не будем. Нет, знаете, что самое ужасное, Анастасия? Я сама лимитчица. Поэтому, к сожалению, для сегодняшних барышень, в основном, московские мужчины являются лифтом. Вы сами себя уговариваете с подружками. Ну, ничего, что он пока кладовщик. Ты, главное, сначала зацепись в Москве, выйди замуж. А то нуль умноженный на нуль будет нуль. Ну, пока... А потом откусишь у него комнату, там, 20 метров. Не с нуля же всяко начинать. Вы даже не улыбайтесь девочке. Ну, к сожалению, так. Она выглядит гармонично. То есть, у меня ничего... Нет ничего противного. Когда вы ребенка перевезете себе? Ну... Ничего страшного. Вернетесь? Или уже из Москвы только вперед ногами? Сюда его перевезу. А, ну, понятно. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция или тайна? Семейная тайна. Есть? Ну, я не знаю, насколько это тайна, но... Или традиция. Я когда... Еще меня не было. Мама была беременная. Заждали мальчика. И у меня все комбинезоны. Мне папа купил клюшку. Машинки, все-все-все. И я вот с самого детства играла с мальчиками. Ходила в синих комбинезонах. Играла с клюшкой. И звали вас Петр. Да, кстати, у меня есть в семье еще традиция такая, что... Просто с наум пришла. У меня папа по его линии называет всех детей по священному календарю. По календарю святых. И имя Петр. А, точнее, не в мой день было, когда мой ребенок рождался. Я просто случайно это ляпнула. Я вот вспомнила. Когда я рожала своего ребенка, в этот день было имя Петр. Я говорю, я не назову Петя своего ребенка. А в чем прикол-то вашей тайны семейной? Тайна, что я просто ходила в мальчишечных одеждах. А сюрприз приготовили? Да. А можно я еще ребенку хочу подарить? А, какая прелесть. Спасибо. Это мыло. Маленьким девочкам нельзя еще пока духами брызгаться, но мы же пахнуть всегда хотим вкусно. Это мыло, которым ты будешь мыться, и у тебя кожа будет вкусно-вкусно пахнет. Ой, какая прелесть. Подарочки. Да. Вау. Посвящается армянской семье. Бывшей. Молодец. С армянской семьей. Ну возьми жениха, да. Да ладно, ты а пусть женихом потрутся. Иди, иди. Где ты такой пошлости нахваталась, Роза, с женихом потрутся? Господи, прости, от греха подальше. А что такое стаканство? Берите цветы, проходите в комнату. Затрут еще. Как вам невеста? Ну, честно говоря, девочка вроде хорошая, начала думать, как-то соображать по жизни, но все-таки прошлая жизнь сказывается. Я бы не посоветовал. А в чем прошлая жизнь сказывается? Ну, надела ошибок по молодости. Ну, надела, да. Все делают, все, не без греха, но есть основное. Представьте, сколько ей нужно энергии для того, чтобы здесь удержаться в Москве. Представляю, девочка молодец. Сколько она будет... В чем молодец? Что оставила ребенка? Да завтра же первым самолетом или поездом нужно возвращаться к детям. Я с вами не спорю. Пропустите сейчас все самое интересное. Я же объясняла, что здесь другой уровень жизни. Я хочу, чтобы мой ребенок... Нормальное желание привезти ребенка в нормальный город, чтобы он тут развивался. Я помню, Нону Мордякову, Царствие Небесное, сказала мне однажды, она говорит, я не тогда потеряла своего Вовку, когда он умер, а когда стала уезжать на гастроли везде. Она мне тогда еще говорила, Георгий только родился, она говорит, есть один кусок хлеба пополам, в номере вот такая кровать, подвинься, но он должен быть все время рядом. Ты где-то на гастролях, а он должен быть за кулисами, все время с мамкой, все время за руку, вот так вот, понимаете? Может быть, вам понравилось, Александр? Ну, я человека не могу так определить. Нет, она хорошая, понимаете, есть история, есть факты какие-то. Она хорошая девчонка, она ничего такого плохого, преступного не совершила. По глупости вышла замуж, родила ребенка, правда тогда, когда уже ушла, чего-то там терпела, любила, не любила. Она сейчас совершает глупость, просто старые закалки и все. А что у звезды? Она, конечно, стрелец типичный, родилась в новолунии, солнце и луна в стрельце, и это человек, который всю жизнь будет ориентироваться внутри себя на человека постарше. Ей нужно расти морально и дотянуться, понимаете, до того, на кого бы она хотела ориентироваться. Поэтому молодые ее, очень молодые, никогда не интересовали и не будут интересовать. Это правда. Этот человек тоже не останется без денег. То есть вот у нее есть хорошие варианты для материального благополучия. А совместимость с дочерью-то у нее есть? Совместимость с дочерью есть, но может наступить момент, вот так сказать, судя по картам, совместимость очень хорошая. Я думаю, что они друг друга поймут, поскольку стрелец Овен, все-таки девочка у нас Овен, у нее и Меркурий, и Венера. Когда родилась? 10 апреля. 10 апреля, да. Моя дочка 15. И Луна в близнецах, как у папы, вот, и точно так же и Меркурий, как у папы, и Венера, находятся в Овне. Понимаете, очень хорошая сходность. Это голова качаевка, хотя бы два слова понимают, что говорит Тамара. Я просто хочу сказать, что отец с дочерью, это вот как два человека душа в душу. Прекрасно. Челец Овен, да. И совместимость физическая вот с этой девушкой у вас есть. Конечно, у нас есть. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Здравствуй, меня зовут Дарья. Приятно с тобой познакомиться. Очень приятно. Спасибо. Пойдем, да. Дарья, 29 лет. Работает заместителем начальника отдела залогов в банке. Обожает вышивать и изучает английский язык. Гордится тем, что трижды выигрывала конкурсы красоты. Мечтает отправиться в путешествие с любимым мужчиной и родить ребенка. Предупреждает, что у нее аллергия на никотин. Дарья еще до свадьбы понимала, что не сможет ужиться со своим избранником, но все же решила испытать судьбу. Надеется, что Александр – ее мужчина. Привет, девчонки. Здравствуйте. Даша, а зачем замуж ты за нелюбимого пошла? Ну, не то, что из-за любимого. Как бы все было хорошо, замечательно. Жили до свадьбы. Где-то около 8 месяцев. Но эта подготовка, рутина уже как бы... А расскажите, как он вам предложение сделал? Предложение было замечательное просто. Так даже необычно. Мы дома, домашними делами занимались. Он звонит мне, говорит, с тобой очень-очень срочно встретиться. Мы говорим, куда мне дела? То есть все, говорю, мне некогда. Вот наши друзья пригласили покататься на вертолете вместе. Я говорю, да, ну ладно, поехали. Мы едем, едем. Говорю, где друзья? Друзей нет. Мы приезжаем, мы в поле. Там стоят машины, корзины и надувают огромный шар. В общем, мы вдвоем заладим в эту корзину, излетаем в небо. И на высоте, я не знаю, 200 метров над землей, выше елок и сосен. Он мне сделал предложение. Потрясающе. А когда спустились с небес на землю, что оказалось? Что все, рутина, подготовка к свадьбе, все уже... Оказалось, это вы отложили свадьбу мы на следующий год, потому что там подготовка, то есть все, дела. Но продолжали жить вместе? Продолжали жить вместе. Поженились. Свадьба была шикарная. Обалденно. А что не так-то оказалось? Скорее всего, это быт. Но вот она, мне кажется, сама подходит. Думаешь? Нет, мне кажется, наверное, тоже не подходит. Скажите честно, вот уже сразу после свадьбы поняли, что у вас чемоданное настроение, что это не ваш мужчина. После свадьбы я это не поняла. Я поняла после того, когда уже друзья, игра компьютерная, товарищи, длительные жуткие командировки, эти скандалы. До свадьбы это было все, да? До свадьбы этого так не было. До свадьбы мы жили душа в душе. И вот потом просто как раскололся лед. Кто от кого ушел? Изначально он, потом я. А потом обоюдно просто пошли. Ну, слава богу, детей нет. Вы москвичка? Нет, я не москвичка. Где живете? Я живу в области. Ну, в Подмосковье? Да. С родителями. Ой, ну так это прелесть. Это свежий воздух. Да, это обалденно. Это тут, где можно оставить детей куда-то ехать, съездить в гости. А какие три конкурса красоты вы выиграли? Это было в детстве. Это было в детстве. А, это детский конкурс красоты. Да, это детский конкурс. У нас профессия кладовщик. А вы в анкете написали, что вы хотите, ваш идеал мужчина, сотрудник банка. Да. Не смущает? А кто должен работать кладовщиком? Что? А что ты на меня смотришь? Мне кладовщик нравится. Потому что ты каждому женишь. Каждый невестик, который... Но он кладовщик. Это нашей невесте кладовщик, как я понимаю, не нужен. У нее написано, что она мечтает о банкире. Что было, о чем пообщаться. Скажите, вам 29 лет, вы же до сих пор не нашли банкира для общения. А вы знаете, у меня были отношения после развода. Ну и где он? Это были очень такие... А не боитесь, что у Александра такой начнется карьерный рост? И с деньгами будет все в порядке, и с работой? Пока вы так улыбаетесь? Знаете, я банкиром сразу тоже не стала. Тогда еще раз. Вас смущает на сегодняшний день профессия? Профессия меня не смущает. А что смущает? Ребенок? Нет, ребенок ни в коем случае нет. Значит, вам нравится, Александр? Ветей я очень хочу. Значит, вам, Александр, нравится? Безвредных привычек, вот такой красавец. Тогда будем лоббировать, будем вас сватать, будем сейчас говар. Нравится? Ну честно, господи. Почему? Что не так? Говорите, послушайте, эта программа не называется, кто похвалит меня лучше всех. Немножко не мыть, Паша, все. Я думаю, что им вообще не по пути. Совершенно. Осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидетельный. Скелет в шкафу? Давайте посмотрим. Может, там такой скелет, что и вам даром невесты не нужно будет. Так, паспорт. Нападение разведено. Так. Я просто при первом браке не брала мужа. Фамилию не брали? Нет. И сейчас тоже брать не будете? Ну, если будут такие отношения... Вообще-то, жена прилипается к мужу и даже не обсуждается. Вот у меня тоже в ЗАГСе, я даже сама была удивлена, регистраторша спрашивает Ксению, а ты будешь фамилию менять? Она говорит, да, конечно. Еще она удивилась, говорит, а почему такой странный вопрос вообще-то это? Она говорит, ну сейчас не берут. Ксения за две минуты такую лекцию прочитала, кто какую фамилию должен брать. Это же вы сразу не уважаете ни род, ни мужчину, ни родственников, ни будущих детей от него. Тогда зачем вы вообще замуж идете за него? Не задумывались никогда даже? Нет. Даша, ну ладно, по впечатлению у вас сейчас будет о программе, что на вас накинулись. Да, нет, вы что? Да, так бывает. Понимаете, что не ваш мужчина? Потому что любовь обязательно. Да. Да, притяжение должно быть обязательно. Вы сказали, что вас не смущает ни профессия, ни дочка. И на том спасибо. А сюрприз приготовили? Да, просто медленный танец. Вот, может, кстати, может быть после медленного танца у нас будет еще полминутки, и у вас все будет совсем по-другому? Все будет хорошо. А главное вообще погода в доме. А что, его сейчас крючинцы, итальянские ботинки, вот шарфик, который такой. Прямо такой челентан. Причесочку другую. Да. 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 Спасибо большое. Ну что, не изменилось ваше? Нет. А мы полюбовались. Нет, ты. Спасибо, девчонки. Спасибо. Есть какие-то впечатления? Не хотите еще говорить? Нет. Девочка приятная, очень симпатичная. Но у нее, видимо, свои просто приоритеты в жизни, которых она не хочет лишать себя. Да? 30 лет. Ну, что сделаешь? Ну, пока не понимаю. Это, так скажем, ее проблема. А что вы скажете, дорогой мой Сашечка? Ну, не знаю, даже что здесь сказать. Девушка сама выбирает, что там будет с ней дальше. Золотой у вас характер, я вам хочу сказать. Вы два разных человека. Противоположность. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов. Любое время по телефону 0736. Пока реклама. Что скажешь, Аня Витя? А что скажу? Ну, да, хороша Даша. Правда, не наша. Как говорится, и за деньги не надь, и за даром не надь. А тебе, Сашечка, так скажу. Значит, штанцы свои меняешь. Какие-нибудь, пускай джинсы в утяжечку. У тебя попа такая хорошая, как орешек. Ботиночки никаких. Что это еще? Тренажерный зал пришел. Ботиночки, вот эту рубашку, это только это убрала. Рубашки другие надо. Причесочка, он такую, прямо она, какая-то зэковская, непонятно. Все. Прекрасная прическа. Будешь как у меня, как красавчик. Вот такие Дашки в очередь вставать будут. Тебе нужен энергичный, а он такой, он спокойный. Типа пирожки на кухне печь. Конечно, они полная противоположность, потому что она скорпион, он телец. Плюс ко всему, у него Венера в Овне, у нее в Весах, и Венера и Марс. Это, безусловно, полная противоположность чувствах. Но вы знаете, здесь есть одно очень интересное «но». То есть вот при ближайшем знакомстве сейчас идет отторжение, а есть один очень светлый момент в Ваших аспектах, в Ваших гороскопах, что при ближайшем знакомстве и при какой-то большей настойчивости, понимаете, может оказаться какой-то очень светлый, безумный секс и страсть невероятная. Но это вот, так сказать, если действительно очень близко подойти друг к другу. У нас еще есть одна невестка, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтобы быть красивым, замечательным. Вот. Спасибо. Это вам. Спасибо большое. Пойдемте. Алина, 27 лет. Мастер ногтевого сервиса. Каждый день проводит по три часа в спортзале. Гордится своей дочкой и мечтает жить в Италии. Предупреждает, что она страшна в гневе. Признается, что не любит мыть посуду и избегает нерешливых мужчин. Избранник Алины, узнав о том, что она в положении, сделала ей предложение руки и сердца. Но получил отказ. Первый раз такое слышу. Как это так? Вы забеременели от мужчины, которого любили. Я его не любила. Была влюблена. Любовь и влюбленность – это совершенно две разные вещи. Послушайте, но вы забеременели. Носили под сердцем его ребенка. Не хотели от него избавляться. И вот куда уж лучше. Он делает вам предложение, а вы говорите нет. Ну, потому что с прошествием времени, посмотрев на то отношение ко мне, и я вообще, в принципе, к жизни. Я посмотрела и подумала, что, в принципе, жизни не хочу. Не готова. А почему не предохранялись? Почему до тех пор, пока не узнали, ваш этот человек или нет? Нет, я вам могу сказать так. Просто была маленькая и глупая, на самом деле. Или если бы не мой рассудок. Сколько вам было ли? Семнадцать лет? Семнадцать? С вами живет? Тоже у родителей? Она пока с мамой на данный момент времени. Как бы я… Пока замуж не выйдет. Кто? Ручка. Вы что? Нет, конечно. Она все время была со мной. Я, допустим, настолько ее сильно люблю. И для меня вот на данный момент времени оставить ее было дома с мамой, ну, можно сказать, тяжело. Но просто есть некоторые моменты, нюансы между заработать денег, можно так сказать, грубо говоря. И у себя дома я просто не смогу заработать столько, сколько мне необходимо. А сколько вам необходимо? Я хочу себе квартиру, машину. В Москве или вернетесь, когда заработаете деньги? Ну, для начала, если так, если чисто разумом рассуждать, хотя бы купить дома, чтобы дома была квартира. Как тебе не вязать? В Москве вернетесь, пожалуйста. Не знаю, в брови ты слишком. Мне кажется, что-то с ними не так. Жених у нас хорошая профессия кладовщик. На самом деле профессия не столь важна. Главное, чтобы было стремление в жизни. Куда нам стремиться надо? Стремление сделать жизнь лучше, например. Как? Лучше каким образом? Ну, если он, допустим, как я слышала, что Александр очень любит спорт, можно пойти, допустим, получить профобразование. А профессиональное образование, учитель физкультуры. Вообще шикарно. Вообще все дороги открыты. Я бы вам, женщине на 20-27 лет, с ребеночком где-то в Курске, вообще свои аппетиты убрать и сказать, дорогой, спасибо, готова. Доченьку, вон она даже зевает. Доченька вообще замечательная девочка. Буду готовить, стирать, любить. Будем жить вместе, кладочиком. Отлично, я буду ногти делать на даму и все остальное. И будем жить счастливо. Как вы считаете, мужчина до женитьбы не понимает ничего про себя, о своем месте в жизни, о своей работе, профессии, своих возможностях? Почему женщина, когда приходит, ну, неумная женщина в его жизни, считает, что он должен поменять все, работу, что она лучше знает, что мужу нужно. На самом деле нет. Вы знаете, что это самый первый шаг к тому, чтобы все разрушить? Как только женщина начинает рулить и говорить, с кем ты работаешь, оператором в Останкино? Чего, обалдел, что ли? Вот у нас вакансии у Клавки, у соседки. Вот такие вот деньги. Нет, на самом деле... Почему? Ну, все же очень индивидуально. А ему нравится, может быть, работа. Может быть, он на дорогую не способен. Может быть, у него какие-то проблемы. Вот поверьте мне, перед вами сидит законченный, ну, просто мужчина. Не в смысле законченный. Сформировавшийся мужчина, 30-летний. Он уже все сам про себя знает. У него уже свои собственные планы на жизнь. У него все в порядке. Поэтому сидеть и рассуждать, вот это, ну, хорошо бы было, если бы... Нет, но направить-то можно в любом случае, впоследствии. Правильно? Если он захочет женщину, стриженка... Послушайте, женщина, когда начинает ему направлять мозги и говорить, что для него лучше... Ну, я же не говорю, что нужно каждый день. Она не слышит меня. Нет, вы не слышите меня. Я слышу, я слышу. Только когда создадите ему потрясающие условия в семье, когда ему будет хотеться бежать домой, у него будет там сыто, вкусно, чисто, тепло и тихо, и у него будет возможность для того, чтобы размышлять, ему развиваться самому по себе, где-то еще получить какое-то образование. И он сам. Вы ничего не сделаете, вы только испортите. И 15-й раз говорю, вот перед вами такой Александр сидит. Замечательный молодой человек. Вас устраивает? В принципе, мне нравится то, что он воспитывает ребенка один. На данном момент времени люди вообще не хотят мужчины своих воспитывать, чужих, а этому, да, еще и чужого, потом еще и совместного. Он вам нравил, три ребенка, вообще класс. Молодец. А физически нравится? Физически спортивный молодой человек, очень симпатичный. Вот. С хорошим характером. Да, очень добрый. Она какая-то несчастливая, у нее грусть в глазах, потому что у нее, кажется, что у нее правильник. Но об остальном можете поговорить, уединившись. Тем более у вас остался один единственный бонус. Мы вас подождем. Я вот в последнее время, Лариса, стала любить мужчин немногословно. Я всегда таких любила. Я терпеть не могу. Вот как шкаф просто молчит. Не, ну не как шкаф, как умный, загадочный. Вот мне Саша таким нравится. Сидит, молчит прям вот. Вот я всегда, кстати, если я приходила в компанию, в актерскую, один рассказывал анекдоты, всех смешил, веселил, никогда в него внимания не обращал, и вот будет сидеть какой-нибудь там третий оператор, понимаешь, с мрачным лицом в углу курить. Вот он мне интересен. Какие у тебя планы вообще на будущее? Перевезти ребенка в первую очередь в Москву в ближайшее время. Конечно, бы хотелось бы выйти замуж. А мужчина будет с ребенком без, неважно, на самом деле. Вот, и как бы ребенок без меня там не сидел. А вам-то понравился жених? Да. Хороший парень, добрый, но мне кажется, все равно вот какого-то стержня ему не хватает все-таки. Стержня нет? Да, мне тоже интересно. Какого стержня ему не хватает? Ну вот какой-то внутренней силы, что ли? Да о чем вы говорите? Внутренняя не сила, а силища. Просить загул жены забрать ребенка, одному воспитывать, поменять место жительства так, чтобы было ребенку удобно. О каком сейчас стержне, говорите? Он не спился, не скурился, не пошел в загулку? Я не говорю о том, что он слабый мужчина. Я говорю, что не хватает. Вот лично, как для меня, чего-то вот все-таки не хватает. Ну, наверное, дерзость какая-то. Ну, тебе важно, штамп в паспорте или можно жить гражданским браком? Нет, гражданским штамп, на самом деле, он вообще ровно никакой не играет. Это бред. Уделки общества, на самом деле. Можно и без штампа пока. А потом, если уже со временем можно прийти к какому-то умозаключению, тогда да, мораль должна состоять в другом, не в штампе. Когда люди друг друга любят, ценят, уважают, когда ты бежишь домой, спешишь, тогда уже это совсем другой разговор. Вы сначала берете такого дерзкого, потом пытаетесь его переделать и ломаетесь об него. В человеческом. А вот в человеческих таких хороших парней вы не воспринимаете. Да почему не воспринимаете? Потому что... Мы прекрасно воспринимаем хороших, добрых парней. Вот если вот Лариса любит это вспоминать, вот если вместо Саши был, ну или Саша был бы Брэдом Питтом. То есть вы даже не стали бы вообще... А где невеста-то? Умерла? Невеста пошла переодеваться для сюрпризов. Мне кажется, у них судьба одинаковая. Она спортсменка, фитнес-тренер. У них есть о чем говорить. Вот. Папа, со сколько у нас папа спортивный мужчина. Давайте папу заставим отожаться от пола. И ребенка посадим на спину. Армейский жим. Давайте. Посмотрим. А мы ребенка поддержим. Считаем. Один, два, три, четыре, пять. Хватит, достаточно. Они идеальные. Они правда семья будут. Реально идеальные. Ножки. Чуть-чуть по угибе. Перед собой. Так. Два. Три. Четыре. Девять. Пять. Можно покачать рука, например, с вами. Косые мышцы пресса. Давайте. Один. Еще немного. Два. Три. Четыре. Пять. Другую сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Я думаю, что достаточно. Достаточно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Это вам-то, Сань. Спортивному, профессиональному учителю показывать такие азы. Смешно, правда? Лучше пирожки бы принесла бы. Что-то меня разослила. Вот подруга, которая... Нет, на самом деле есть тип людей. Вот сейчас объясню. Ваша любовь, она очень светлая, правильная, настоящая. Потому что только человек, который любит по-настоящему, способен отпустить другого и сказать, лишь бы ты был счастлив. И я уважаю тебя, потому что ты родила ребенка. Вы знаете, но вот есть люди, которым... Действительно, есть даже типажи знаков, которым нужно, чтобы за них боролись, чтобы не было все просто, чтобы не было спокойно. Понимаете? Вот это просто разные типы абсолютно. Вот здесь вот у вас тоже могут возникнуть смешанные отношения. С одной стороны, это будет добрый и светлый человек для вас. Вы будете чувствовать ее как доброго и светлого человека. Ну, хозяйственная женщина. Но с другой стороны, периодически вот будет возникать вот это вот чувство бороться друг за друга или за мои чувства. То полное согласие, то наоборот противостояние. Я человек настроения на самом деле. Я могу быть хорошей, плохой. Вам понравилось? Да, хорошая, приятная девушка. Общительная такая вот. Видите ее рядом с собой? Ну, не знаю, не совсем, наверное. Роза? Хотела узнать, Тамара, а совместимость есть с ребенком там? Совместимость с ребенком есть, действительно. И у первой девушки, и у третьей. Алина обычная девушка. Пока ей еще кажется, что все впереди. Еще пока какое-то время кажется. Понимаете? А потом пройдет какое-то время, кусать будут женщины локти. Все, кто были рядом с вами, но не задержались. У меня почему-то такое чувство, что у вас все сложится, у вас все будет обязательно замечательно. Потому что вы необыкновенно приятный мужчина. Необыкновенно. Мне в 24 кажется, что у меня уже все. А она в 27. Думаешь, что у нее еще все впереди? У вас все еще будет. Я в этом уверена. Я тоже. Больше того, я думаю, что в следующем году на вас навалится любовь. И, в общем-то, ваша личная жизнь пойдет в гору, как и рост карьерный. И все будут. И больше того, я хочу, вот то, что я хотела сказать в начале программы, но забыла. Бывшая жена будет в вашей жизни присутствовать больше, чем когда-либо. Самое поразительное, что тоже захочет вернуться. Даже не думай. Сейчас прям смотрит в экран, небось, впендюрилась туда и думает. Не-не-не-не-не-не. А ее Вася ходит там бочком. Да нет, это правда хороший, очень замечательный человек. Ну, просто мы разные немножко. Ну, ладно, не захваливайте уже. Ну, все, уже хватит. Очень хороший, очень замечательный. Кого выбираем? Иван. Дочке дадим. А ты что, дочке? Кто понравился? Ну, говори. Слух говори. Никто? Понравился. Не понравился Никто? Понравился. Кто? Кто подарил мне вот эту мишку? Да, первая невеста Анастасия. Так мило. Ну, ладно, Настя, она хоть молодая, 24 года. Может, при правильных-то советах, может, в нужное русло направим ее. Все-таки молодая, 24 года. Еще ладно, Настя, уж игрушку он подарила. Работаем над ней. Я считаю, что вы, конечно, приз. И такой приз нужно заслужить. Поэтому вот это общение почти у всех девиц сегодняшних через губу. Меня он и смешил, и одновременно расстраивал. Поэтому, не знаю, я воздержусь. Но то, что Настя подарила игрушку, и действительно, молодая, еще можно... Но с ней могут быть свободные отношения, более свободные, чем вам хочется. Думайте своей головой, в любом случае, мы вас поддержим. Проходите, куда решили. В чем мы собрали? Или как... Нет, я не говорю... В том свете вас выставили? А как надо-то было? Как потребителя. Я хотел высказать откровенно, от души, как говорится, своей, что это было... Вы благородно поступили относительно этой женщины. Не то, что благородно, но, может, естественно, так, скажем, поступил. Я предлагаю всем выйти и поддержать Александра. Анастасия, я выбрал вас. Давайте побольше пообщаемся. Давайте. У нас есть пара Александра и Анастасия. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Давай еще раз выпьем для знакомства. Давай. А ты с нами будешь? Будешь с нами. Буду. А носиком? Носик. 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 Пойдем тебе с куколом. Поехали. А я сегодня очень рада. Ура! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа